Добрый день! Те, кто меня не знает, меня зовут Галла Мич, я психолог, коуч, бизнес-коуч, и в том числе я люблю сочинять сказки. Я сочиняю сказки не просто так, это терапевтические, они имеют в своем основе такие как медитативно-терапевтические сказки. У меня их очень много, и поэтому сегодня я хочу рассказать вам одну из сказок. Поэтому слушайте это больше как медитацию, такое как состояние услышать между строк. Поэтому я так и называю. Слушай сказку, получай подсказку. Называется «Плесун из небытия». Испокон времен неугомонный плесун из небытия яготливо скакал вдоль пугающей узкой поверхности опорного сосуда судьбы, откуда изливается вечный ток усмирения. Скакал он непрерывно и суетливо, шарахался от тока, боялся свалиться с краев сосуда и сгинуть в небытие. Процесс своего скакания Плесун называл «Маятой». Маята оказалась настолько неприятной, что Плесун придумал, как от нее отвлечься. Он вообразил реальность, назвал ее покрывалом «Маятой» и приложил максимум напряженных сторон, чтобы реальность казалась реальной. Для этого он представил, будто она ему привычна и придумал в ней так называемые «серьезные события», добавляющие реализма реальности. Все это помогло ему поверить в собственную выдумку и отвлечься от Маяты. И все же Маята им по-прежнему ощущалась, хоть и не в чистом виде, а какое-то смутное фоновое переживание, которое Плесун назвал неудовлетворенностью. В своем забытие выдуманной реальности он не понимал, что эта неудовлетворенность – это притупленная Маята. Силой самообольщения Плесун приписывал неудовлетворенность так называемым событиям его воображаемого мира, позабыв, что происходила она от его суетливых скачков вдоль поверхности опорного сосуда, где он неустанно уворачивался от тока усмирения. Таким образом, спутав изначальную причину Маяты с более привлекательной, Плесун обрел надежду и однажды раз и навсегда разрешит все проблемы и покончить с неудовлетворенностью. Надежда побуждала его верить, будто Маята вызвана не его суетливыми скачками, а выдуманными проблемами покрывала Мая. Надежда создавала для него цели – морг несуществующих, так называемых будущих событий, где все проблемы разрешатся и наступит наконец-таки вечный кайф. Будущее, что-то вроде выдумки внутри выдумки, которая в недрах покрывала Маю, казалось-то чем-то реальным. В своем выданном мире Плесун сумел себя так хитро одурачить, что даже не замечал, как Мая продолжала фонить, даже когда так называемые проблемы решались. Его взор все так же фокусировался на несуществующем, неком будущем счастье. Когда проблемы решались, между ними образовывался небольшой зазор, сквозь который Плесун к краям глаза примещал, что Маята, тем не менее, продолжается. Дабы не замечать истинной причины Маяты и продолжать верить, будто она вызвана нерешенными проблемами, Плесун решил все же устроить таким образом, чтобы зазоров не было и проблемы шли нескончаемой чередой. Этот трюк позволил ему и дальше жить вечной надеждой на избавление от Маяты путем решения всех проблем в плоде его фантазии под названием будущего. Цели, направленные на решение всех проблем и установление вечного качества, представляли собой рекламу счастья, ожидающего вечным завтра. Как похоже на это, да, нам всем говорят, что вот сейчас все решишь и там у тебя будет счастье. В забытье покрывала Мая Плесун не замечала, что будущего не существует и продолжала жить надеждой. Спустя неисчислимые мгновения ему становилось все сложнее себя дурачить, избегая саморазоблачения, потому что покрывало Майи то и дело сползало с его затуманенного взора, раскрывая истинную причину Маяты и его попытки укрыться от тока усмирения. И тогда неугомонный Плесун из небытия придумал для себя внутри реальности так называемый духовный путь. Набор иррациональных оправданий происходящему и одновременная иллюзия раскрытия истины, которая снова удачно отвлекала внимание от реального положения дела. Все было на своих местах. Внутри реальности Плесун практиковал духовный путь, а днем – жизнедеятельность. Но в глубочайших ночных снах покрывало Майи он на короткие промежутки времени выходил из забытья и с изумлением замечал, как скачет вдоль поверхности опорного имоватора, откуда изливался ток усмирения. На утро он порой лишь смутно чувствовал какой-то неясный подвох и налегал на духовный путь с удвоенным рвением. Его ум в спонтанных попытках отразить происходящее рисовал вертящиеся жернова, по которым он сам же прыгал с одного на другое. Плесун назвал их колесами сансары. Долго и упорно Плесун пытался протолкнуться и выпрыгнуть куда-то в неведомую свободу, но приземлялся каждый раз на одной из двух сансарных колес, которые утягивали во что-то неведомо пугающее. Попытки освободиться иногда казались удачными и обнадеживали, но поедоку возвращали на прежние затягивающие в себя жернова. Пытаясь протолкнуться, сдвинуться, распутаться и вырваться, Плесун настолько издергался, что даже надежда на несуществующее будущее утешать его уже больше не могла. И тогда он сдался. Это ключевое слово. Его понесло в самый эпицентр неудовлетворенности, место, куда затягивали молотильные сансарные жернова. Неудовлетворенность центра стремительно нарастала, но затем все неожиданно закончилось. Оказывается, между сансарными колесами находится точка идеального покоя, которого Плесун назвал «Я один». Плесун увидел, что «Я один эпицентр», с которым все это время, все это происходило. Направляя внимание в точку между сансарных колес, Плесун чувствовал неворозимую невесомость, в которой удивительным образом все пребывало в себе. Он увидел, что нет необходимости что-то делать, протягивать, толкать, выворачивать, распутывать, потому что все естественным образом уже происходит единственно возможным путем. Опоры не нужно, потому что в пространстве между координат падать некуда. Все явления в нем уже случаются в своей очевидной непонужденности именно так, как могут, и никак иначе. Сила рационализации обрисовала происходящие формы пустоту, где за опорой его самоощущения была подвешена вся ощущаемая реальность. Самоощущение было эпицентром иллюзии, где возникала видимость, что происходящее явление не на своем месте, и все должно быть по-другому. Самое ощущение было чем-то вроде клубка, состоящего из пушков Плесуна. Каждый отдельный прыжок порождал новую мысль, каждая мысль порождала новую, навеивая морок выдуманного мира. Привычка побуждала цепляться то за одно, то за другое, чтобы продолжить суетливые прыжки с опоры на опору. Между жерновами точка покоя. Я один – единственный смысл всего. Я один был единственным зрителем, вкушающим объектом, с которым все это случалось. Без я один все оставалось безотчетным космической пылью, бесцельно барахтающей в совершенном несуществовании за спиной Плесуна. Он понял, что сам был такой же иллюзорной рационализацией, как и пара жерновов и опорный сосуд, и я один вкупе со своим реалистичным кином. Точка покоя породила переживания описуемой свободой, той самой, которую Плесун надеялся обрести. Решив все проблемы выданного мира, вместе с этим переживанием вернулась и засияла непобедимая надежда. Надежда на счастье, невыразимый всепобеждающий космический оргазм, отопляющий все желания, надежду на все самое светлое и лучшее несуществующим. В будущем. Вот такая сказка. Кто сказку душой прочитает, тот вновь свободным станет. Итак, что в этой сказке можно услышать? Каждый услышит свое. Это такая медитация. Слушай сказку, получай подсказку. И я оставлю вас со своими мыслями. Можете еще раз переслушать и услышать что-то, что для вас станет откликом на те вопросы, с которыми вы сегодня идете по жизни. Спасибо, что дослушали сказку. Спасибо, что были со мной до конца. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok